Уважаемый кишиневцы, главный мотив, почему я призываю вас выйти завтра, послезавтра, в воскресенье на референдум, это то, что вы должны просто для себя ответить на простой вопрос. Нравится ли вам, как сегодня выглядит Кишинев? Нравится ли вам, как за эти 10 лет управлялся Кишинев? Что вы видите вокруг себя? Видели ли вы город таким много лет назад, когда Киртуака только пришел к власти? И вы должны понять, что вы не выбираете ту или иную партию сегодня, вы не заголосуете за того или иного примара. Вы сегодня всего лишь ставите оценку градоначальнику Дарине Киртуака. И более того, и это еще даже важнее, вы сегодня вашим появлением на референдуме, вашим волеизъявлением, вы ломаете схему властей. Власти путем махинации, манипуляции лишают вас, кишиневцы, выбора. Они переходят к назначению прямому мэра. Я очень надеюсь, я как кишиневец не хочу, чтобы за меня решали, кто будет моим градоначальником. Я не хочу, чтобы путем подмены, чтобы путем уголовных дел и наперстков, кого всех посадили, потом всех выпустили, и в итоге один из человек, которого посадили, он назначает другого. Я не хочу, чтобы так со мной поступали. Я уверен, что ни один кишиневец не хочет, чтобы его считали за аморфное нечто, которое просто не нужно никому. Поэтому сегодня для нас последний шанс поломать эту схему, чтобы кишиневым управлял человек, которого выберете вы. Вне зависимости от политических предпочтений, это выходить на референдум. И просто дать оценку вашему примару, нашему примару, который привел город к тому состоянию, в котором он находится сейчас. Какое это состояние, хорошее или плохое, насколько город цивилизован, насколько город европейский, как он говорит, насколько вам нравится то, как работают наши детские сады, насколько вам нравится то, как работают наши поликлиники городские и муниципальные, насколько вам нравится градоцительная политика, насколько вам нравятся ваши детские площадки и те новострои, которые в ваших дворах построены. Если вам все это нравится или не нравится, выходите на референдум, потратьте всего лишь полчаса вашего времени, 40 минут, мы по 40 минут каждый день тратим в пробках из-за того, что в премарии Дарин Киртуако не мог за 10 лет организовать движение в городе. Так вот, всего лишь 40 минут в день нужно потратить на референдум, выйти, взять паспорт, взять бюллетень и проголосовать. И, кстати, в конце мы не говорили, некоторые видели бюллетень и увидели, что там вопрос на вопрос-ответ за или против. Так вот, вопрос, надо быть очень внимательным, вопрос звучит так, поддерживаете ли вы отзыв Дарины Киртуако с должности, то есть поддерживаете ли вы его отставку. Так вот, я считаю, я буду делать так, а вам уже решать самим, но я буду делать так, я отвечу за, я поддерживаю. То есть те, кто считает, что Киртуако должен уйти и что мы должны прийти к досрочным выборам через несколько месяцев, должны писать, мы должны ответить за, за отставку, за отзыв и пентру.